Добрый день, дорогие наши телезрители! Я вас всех приветствую на телеканале Универ ТВ. У нас сегодня очередной выпуск программы «Татар Хистера» и в студии ее ведущий я, Раиль Фахрудинов. Сегодня мы поговорим о нашей республике, о многонациональном Татарстане, ее народах, культуре, истории изучения культуры народов Татарстана. Я с большим удовольствием хочу представить наших сегодняшних гостей-экспертов. Это Татьяна Алексеевна Титова, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры этнологии и антропологии Казанского федерального университета и Елена Геннадьевна Гущина, кандидат исторических наук, директор этнографического музея Казанского федерального университета. Добрый день, коллеги! Добрый день, Равилович! Добрый день! У нас сегодня несколько необычная тема. Обычно темы нашей передачи посвящены истории татарского народа. Но современный Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, который достаточно часто позиционируется как регион, продвинутый не только в экономической области, но и прежде всего в области национальных, межнациональных отношений. И мы с большим удовлетворением всегда отмечаем тот факт, что на протяжении многих десятилетий, столетий на территории современного Татарстана всегда уживались многие-многие народы, культуры, шел взаимный процесс обогащения этих народов. Вот, собственно говоря, сегодня мы как раз и посвящаем нашу встречу именно этой теме. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, а какие народы проживают на территории Татарстана? У нас будет в этом году перепись, надеюсь, все-таки она состоится, и мы узнаем, каков, может быть, численный состав изменившийся, да? Но, согласно переписи предыдущей, у нас зафиксировано 173 народа. Из местных народов у нас проживают народы финно-угорские, это морейцы, мордва, удмурты, это народы тюркские, это чуваши, татары и есть башкиры. И из славянских народов у нас численно доминирующие большинство это русские. Хотя, безусловно, есть и украинцы, есть и белорусы, есть и в общем так далее. Вот эти народы местные проживают у нас в республике. Помимо местных народов у нас есть еще народы, которые тоже давно здесь живут. Ну, это, скажем так, староммигрантские сообщества, это, например, грузины, это армяне, это ассирийцы, ну и так далее, да? И, безусловно, миграционные процессы, которые шли активно после распада Советского Союза, они существенно изменили этническую картину, этническое вот это поле, и у нас появились еще новые мигрантские сообщества, в первую очередь, это представители, значит, вот народов Средней Азии, это Узбекистан, это Таджикистан, ну, несколько меньше Казахстан, вот, и Киргизия. Да, ну мы по мигрантским вот этим сообществам, по мигрантским потокам мы еще сегодня отдельно поговорим. А сейчас я хотел бы обратиться, Елена Геннадьевна, к вам с таким вопросом. Вот есть такая наука этнологии. Прекрасная наука. Да, вот что такое этнология, что за наука, что она изучает? Если дословно, да, наука о народах. Это самое, наверное, такое простое объяснение, которое можно встретить везде. Но эта наука не просто... Понимаете, когда зародилась этнография, этнология... А чем отличается этнография от этнологии? В России, по большому счету, это слова-синонимы, так исторически сложилось. Тут есть разная специфика разных странах мира, но в России эти термины были практически взаимозаменяемы. Когда наука формировалась как наука, то есть это вторая половина 19-го, начало 20-го века. И эта наука, она никогда не была наукой о прошлом. Этнографы занимались на момент становления науки изучением настоящего современности. То есть они ездили в экспедицию, в деревню, изучали на тот момент доминирующее население, которое жило, все-таки у нас сельская страна была, да. Привозили какие-то коллекции, которые служили научным, учебным материалом, изучали их. И эти коллекции хранились и хранятся в музеях. И поэтому современные этнографы изучают как вот то прошлое, рефлексию, репрезентацию, так и современные межэтнические, межконфессиональные отношения. Вот в связи с этим вы затронули вопрос об истории изучения народов, да. А кто из ученых, этнографов, этнологов проявил себя в изучении истории народов нашего края, в изучении истории народов Татарстана? Ну тут это большой, огромадный список тех действительно энтузиастов, которые посвящали этому значительный процент своего времени, и рабочего, и не только рабочего. И с 19 века, уже с начала 19 века ученые Казанского университета на тот момент стали обращаться к вопросам этнографии. Безусловно, когда мы видим такой вот достаточно разный интересный этнический состав, ученые стремились это описать. Но в первой половине 19 века наука еще не сформировалась, то есть не было четко очерченного предметного поля, да, не было, только вырабатывались методы изучения. И эти описания во многом были, ну, в рамках путевых заметок, в рамках каких-то своих наблюдений, но они являются важным источником. Когда, допустим, Карл Фукс, который был медиком, и благодаря этому он был вхожий в дома казанских городских татар, да, все-таки, подсмотрел там замочную сквозную за женщинами, и описал очень много интересного, но и считается, что он первый этнограф, кто обратился к казанским татарам. А можно назвать основателем казанской школы этнографии? Нет, школа формируется тогда, когда есть учители и ученики. Школа Казанского университета сформировалась в начале 20 века, когда сюда приезжает работать Брон Фридрихович Адлер, и уже после этого мы видим последовательность. То же самое, как если говорить про Академию наук нашу, да, она сформировалась под влиянием Николая Васильевича Воробьева, который был учеником Адлера. И, по сути, именно благодаря Адлеру он занялся и продолжил изучение казанских татар. Патрин Алексеев, ну ключевые фамилии назвали. Может, еще кого-нибудь вспомним? Из этнограф нашего Казанского университета. Ну, конечно, это наши учителя, люди, с которыми я начинала работать. Это, конечно, Евгений Прокович Бусыгин, вчера День памяти, было 13 лет, как он ушел от нас. Вот, это Николай Владимирович Зорин, конечно, это мой учитель, Лид Сергеевна Токсубаева. Вот это Бузыр Фауна Столярова, я считаю тоже своим учителем, она в настоящее время. То есть целая плеяда блестящих ученых. Да, целая плеяда профессоров, докторов, наук, доцентов. Вот тут, причем, степени звания и значения ведь не имеют никакого. Важно, что человек внес, и что вообще, кто продолжил его дело, кого он подготовил после себя. Ну, есть кому продолжать. Это самое главное. Мы надеемся, потому что у нас открыт свое направление подготовки. Антропология, этнология, где студенты, занимаясь непосредственно и в музее, и выезжая в поле, постигают эту науку. Коллеги, я хотел бы поднять очень важный вопрос. Мне кажется, очень актуальный сегодня вопрос. В самом деле, вот этносы, которые проживают на территории Татарстана, имеют свою культуру, я бы сказал, особенности культуры, да, особенно исторического развития. Я думаю, что вы со мной согласитесь, есть что-то и общее, да. Татьяна Алексеевна, что все-таки объединяет народы Татарстана, что общего при особенностях своих, да, в историческом развитии, в культуре народов Татарстана? Безусловно. Ну, во-первых, начну, что общего. Во-первых, у нас сформирована так называемая региональная идентичность. То есть мы татарстанцы, вот этой позиции у нас придерживаются в районе 80% населения. Это проводились исследования какие-то? Да, они регулярно проводятся. Немножко не расскажете, вот очень коротко. Регулярно мы проводим нашим коллективом исследования, они посвящены разным сферам межэтнического взаимодействия, так и разным вот этноконфессиональным или этническим группам, то есть по ситуации. Ну, к тому же у нас есть очень много помощников, у нас есть студенческие практики и производственные, и летние полевые учебные. Естественно, ребята, у нас есть магистры, у нас есть аспиранты, у нас есть даже докторанты, которые, естественно, тоже вносят свою вот эту вот, я бы сказала, не просто лепту, а большой вклад вот в это вот дело. Потому что вы же понимаете, что такие вот исследования масштабные, они, в общем-то, сложные и нашему небольшому коллективу по численности. Это, конечно, професско-преподавательскому составу и музею было бы реализовать сложно. Вот, у нас много помощников, и мы регулярно вот проводим вот такие вот исследования, как качественными, так и количественными методами. То есть это интервью, это фокус-группы, это массовые опросы, это и средства массовой информации мы, значит, просматриваем на этот предмет, контент-анализ проводим. То есть всеми возможными нашими современными методами. Причем вот эти исследования, которые проводятся нашими коллегами, они достаточно востребованы, они очень интересные. Я вот здесь поддержу вас, Татьяна Алексеевна, что региональная идентичность, она, конечно, существует. И независимо от того, какому этносу принадлежит население нашей республики, они, тем не менее, себя позиционируют, в том числе и по гражданской идентичности. Да, конечно, да, значит, и по региональной идентичности только. По региональной идентичности это то, что людей объединяет. Вот вы спросили, что объединяет, вот я говорю, во-первых, региональная идентичность. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какими последствиями? Очень много общего в культуре народов наших. Чем это обусловлено? Во-первых, обусловлено, конечно, местом проживания. Безусловно, если мы живем все в одних природно-географических, климатических условиях, то у нас будет схожая система питания, у нас схожая система постройки жилища, там средства передвижения. Люди занимались одним и тем же в силу географического положения. А во-вторых, это, как вы уже в начале нашей беседы сказали, это длительное культурно-бытовое взаимодействие. Когда люди дарили друг другу элементы культуры, каждый, конечно, привнося что-то свое, но и при этом сохраняя что-то свое. Но вот то, наиболее, скажем так, удобоваримое, наиболее устойчивое, люди этим обменивались. И если мы сейчас с вами посмотрим, вот опять-таки по нашим исследованиям, когда мы людей спрашиваем, например, какие национальные праздники они считают своими, скажем, Сабантуй или Каравон, у нас пишут люди через одного, что это их национальный праздник, независимо от национальности и вероисповедания. Национальными праздниками порой считают религиозные праздники, даже если человек, скажем, не придерживается этого вероисповедания, или, например, неверующий или равнодушный к религии. То есть вот эти праздничные мероприятия, безусловно, что общее? Это питание, культура питания. Опять-таки у нас сейчас такая ситуация, что, скажем, какие-то праздничные блюда, например, на праздник хозяйки, независимо от национальности, очень часто используют татарскую кухню, потому что действительно эта кухня очень популярная, она сытная, она доступная. И, соответственно, и русскую кухню. Да, ну, несколько, может быть, меньше, но русскую кухню тоже используют, с разного рода модификациями, там может быть разная начинка, но суть остается одна, это же те, например, я не знаю, там, блины там, да, вот пельмени все считают своими национальным блюдом, независимо от национальности. Ну, это спорный вопрос, да, еще это изначально. То же самое, как чак-чак. То же самое, как чак-чак, и так далее. То есть вот, видите, вот система вот питания общая. Но про одежду я не говорю, потому что... Ой, про одежду я вот хочу вот с вашего позволения послушать, дать слово Елене Данине. Да, пожалуйста. Ну, сейчас мы все ходим в европейской одежде, да, сложно просто увидеть человека и сказать, к какому народу он относится, к какому народу он сам себя считает. Если мы берем XIX век, то здесь, конечно, одежда была маркером, показывающим и гендерную, половую, да, принадлежность, так и возрастную, и, безусловно, национальную. У каждой этно-территориальной группы был свой комплект одежды. И люди, проживающие, как уже сказала Татьяна Алексеевна, в одной историко-этнографической области, да, в одних природно-географических условиях, естественно, носили схожие элементы одежды. Делали они ее из одних и тех же материалов. Вот вопрос, да, что считается национальной такой обувью, да. Стереотипно татарские это ичиги, кожаные сапоги, что носили только татары. Там русские лапти, допустим, удмурты валенки. Но это не так. Вот эти вот все три, войлочная обувь, кожаная обувь и плетеная обувь, носили абсолютно все. Тут больше будет зависеть социальный фактор, да, достаток, кто что мог себе позволить. Потому что мы смотрим фотографии 19 века, стоит семья, мужчины, как правило, в кожаных сапогах, да, женщина одна там будет, допустим, в кожаных сапогах, остальные в лаптях, дети вообще босиком. Это не говорит о том, что у них не было возможности детей. И я думаю, что они фотографировались по особым случаям, по праздникам. Конечно, они чаще всего даже не по праздникам, а когда приезжали этнографы в деревню. То есть на этот случай у них была такая торжественная, богатая одежда. Богатая праздничная одежда, конечно. Ну, как и в советское время, ходили в фотоателье по памятным датам каким-то, по праздникам одевая все самое лучшее. Так и тогда, безусловно, приезжая, людей заставляли одевать. Так и в музей привозили, самое богатое, самое такое яркое. Коллеги, я еще хочу подбросить одну тему для разговора. Вот мы сейчас больше говорим о народной культуре. В свое время Гердер говорил о значении высокой культуры в процессе формирования нации, да, ну, в современном понимании. Вот у меня вопрос такой, коллега вам. Насколько народная культура занимает и занимает ли она место в современной культуре современных наций? Татьяна Алексеевна, как вы считаете? Я думала, что Елена Геннадьевна скажет по поводу современной культуры, как этническая культура. Пожалуйста. Я поняла. Во-первых, вопрос такой, это актуально, да. Что такое вообще культура в целом, да, мы берем, что такое народная культура, да, национальная культура, если мы хотим. А можно вот развести понятие, да, есть понятие элитарная культура, да, есть понятие народной культуры? Ну, как правило, так разводили, говоря об элитарной культуре, как о культуре города, а народная культура – это культура деревни была, да. Но что в нашем понимании сейчас элитарная культура? Концерты в театре оперы и балета? да нет это элитарная я думаю что это на самом деле разделение на несколько условно безусловно условно и каждый вкладывает в него свое представление свое наполнение что и понимание что ближе культура то же самое как и там тот же самый традиционный костюм зависимости от того кого мы рассматриваем народную культуру меняется со временем или нет но естественно как и все меняется со временем у применять есть такое понятие как традиция да и как инновация традиция несмотря на то что это что-то устойчивое это то что изменяется с течением времени как ни крути любая инновация как становится традиции опять надо смотреть традиционно для чего для какого периода времени для какого там срезал город село социальная группа тут очень много нюансов и когда на современных городских праздниках мы видим вот эту вот очень часто неправильную репрезентацию традиционной культуры когда там танцуют оля народный танец до в коротких юбочках где подол поднимается сверкает до или там 80-летняя условно говоря бабушка какая-то в девичьем костюме поет песню ну наверное это странно а это народная культура или нет ну что такое опять народная культура это то что воспроизводит народ это очень широкое понятие хорошо коллеги можно добра конечно хотел бы базовую такую вещь сказать да для всех наверное этнологов антропологов народы и их культуры это живое образование мать коллеги это образование живое и подвижное посмотрите были булгары хазары печенеги буртаса кого только не было да где эти народы их сейчас нет физически они не существуют на их базе появились другие народы наши современные народы которые впитали только есть преемственность пройдет время и наших с вами современных народов я полагаю тоже не будет это закон я надеюсь они сохранятся все таки да мы не знаем в далекой перспективе далекой в отдаленной перспективе но культура то никуда не исчезнет согласен она даст ростки для новой пласты вот эта принципиальная позиция которой я полностью тоже согласен то есть государство исчезает появляется исчезает остается вечным культура да и это такой тех народов которые пирог да 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 интересно изучать смотреть который поддается вот мы сейчас коллеги затронули проблему народ нации иногда приходится слышать что это одно и то же некоторые даже специалисты путаются в этих понятиях все-таки для наших слушателей хотелось бы внести ясность народ нация это одно и то же или все таки это не одно и то же в данном случае я не истинно в как мне видится ее поддерживают очень многие наши коллеги профессионалы этнологи это разные понятия они абсолютно разные и чтобы вот люди не запутывались что ли в этих понятиях я всегда предлагаю вот своим студентам очень четко народ это национальность это люди с единым самоназванием самосознанием мы многонасвание мы евреи мы татары мы грузины мы осетины и так далее мать и то есть это этническая общность национальность то что у нас принято а нация все-таки на мой взгляд это согражданство это граждане одного государства все-таки это больше политически да это не наш конструкт смысле не для этнологии там мы говорим может быть российская нация там американская над французской китайской нации да но это же не говорит о том что китайская нация она абсолютно там однородно да то есть то же самое российская нация то есть россияне как согражданство как граждане одного государства тут надо понимать что есть этнические русские а есть россияне и как правило нация много этнично полиэтнично или многонационально как хотите но зачастую до специалисты пользуются таким термином как этно нация вкладывая в понятие это нация этнический смысл да то есть вот то что вот я сказала называю национальностью или народом допустимо разные точки зрения есть в литературе но мне кажется чтобы наших слушателей читателей и вообще да вот людей не путать вот не вводить так сказать в эти сложные вот эти термины своими нюансами вот есть нация согражданство как граждане одного государства и есть национальность как люди одной национальности зачастую противники вот вот такого подхода говорят что ну как же вот чем наполнена наша российская нация что же там лежит в основе что якобы у нас вот на россии настолько разное а настолько лоскутная что вот трудно говорить возможно невозможно российской нации где-то несколько десятилетий назад у нас активно стала разрабатываться концепция вот этой гражданской идентичности до в виде российской нации но в такой форме россия это нация нации да однако вот сегодня об этом говорят все меньше и меньше и это я связываю вот с теми изменениями которые были приняты у нас конституции где четко было прописано у государства образующим народе и то есть получается что гражданская дотечность российская нация она вот эта формулировка вот этот лозунг вот эта модель она никаким образом теперь минимизировалась а может быть даже и сошла на нет или они про я думаю что вы не совсем правы действительно в поправках есть такое понятие как государство образующий народ я не могу сказать что все специалисты этим согласны то есть разные тоже точки зрения есть на этот счет но я думаю что здесь в основу просто было положено численно доминирующее население вот как же концепция единой гражданской идентичности да вот я думаю что вот не могу сказать за тех кто авторы позалить конституцию но я все-таки полагаю так вот да посредо что все-таки взяли чисто доминирующий народ не больше и не меньше вот россия ну нация наций я бы сказал нация национальностей наверное да вот так вот я думаю что от того что вот мы прописали но может быть скажем так несколько формально даже в конституции такие вещи я думаю суть не меняется вот я до хотела договорить поговорить этот момент дело в том что по факту и я думаю что никто не будет этого отрицать у нас есть общая территория у нас есть общая судебная власть законодательно исполнительные да у нас есть единая валюта у нас есть единый как мы говорили президент к культуры у нас есть как не крути общероссийская вот эта культура и наши государственные и общенациональные праздники вы в какой регион россии не поете в любом случае у нас отмечают и новый год где-то более активно где-то менее но новый год там 8 март вот скоро будем 23 февраля поздравлять мужчин традиционно сложил ждем не дождемся это еще со времен советского союза пошло вот эти наши новые марта да я сказала вот эти наши новые праздники 4 ноября да и никто не вдумывается почему 4 ноября с чем это было связано никто в это не вникает люди знают что это государственный праздник день россии да опять-таки эти праздники есть их никто но не то чтобы не отменял эти праздники есть во всех регионах люди об этом знают люди об этом не просто знают они отмечают они их ждут понимаете и вот многие вот такие вещи безусловно очень разные регионы там приедешь в калмыкию и в дагестан например да или в чувашию понятно что это разные регионы своей этнической спецификой да и культурный спец и разный уровень экономического развития все это понятно но тем не менее вот эти вот базовые вещи которые я считаю делают нацию нацией они у нас есть кулинас мы признаем есть единое государство и еще один момент вот понимаете очень много разного рода спекулятивных разговоров на этот счет то есть когда заговорили о российской нации то те кто активно в кавычках скажем так бросился защищать права русских говорили все теперь русских не будет будет все россияне русские как народ исчезли а те кто защищал ну условно говоря иных нерусских до народов они говорили что сейчас все будут русские все теперь все россияне на все будут русские до дискуссий было много но на самом деле вот коллеги на мой взгляд тут нет вообще никакого противоречия вообще никакого противоречия мировой опыт нам как бы тоже об этом говорит от того что я являюсь россиянином там гражданин гражданка и гражданином своего государства да при этом я могу быть там русская еврейка и чувашка и тем угодно сказать про идентичность вообще что такое и дана что множественность есть множественность идентичности у наших при этом я могу быть там иудей к и христиан最دة то есть конфессиональная наша идентичность у нас есть гендерсый за на завая семейная которые региональная то есть у нас понимаете масса идентичностей которые одни одна друг другу другой не противоречит о есть они как бы вот для кого-то более важно 1 для кого-то более важна другая а у кого-то там я не знаю 5 на одном уровне люди все разные и идентичности у всех очень разные эти идентичности могут меняться в течение нашей жизни люди могут менять национальную принадлежность религиозная принадлежность семейная а тогда он и может менять человек нет идентичности а вот как это да национальный идентичный человек может менять до конфессионально конечно сейчас ведь даже гендерную идентичность может поменять цель на вопросы с этим раз мы говорим о культуре до культурный идентичность она постоянно или она не постоянно мы уже с вами поговорили что чисто принципе нет ничего постоянного что все изменяется и человеку наверное ну как вот нам с вами всем до в какой-то момент важно и интересно хорошо я могу другом задам вот человек мигрирует допустим приехал из средней азии к нам или наоборот у на от нас уехал в европу ведь он появляется он приезжает в новую культурную среду а человеку формирует среда как ни крути так вот человек мигрант если он приехал из средней азии к нам сюда у него культурный идентичность будет меняться так как у того гражданина российской федерации который уезжает например в европу но тут проходит все тоже по-разному тут есть несколько моделей развития событий которые прекрасно описаны и в том числе в учебниках вот рекомендую нашим слушателям до почитать наш учебник этнологии которые разработаны на кафедре и нас замечательный кстати учебник для вот замечательный учебник который востребован и вот в этнологии прописаны все возможные варианты развития событий к чему и собственно говоря привозят нельзя это сравнять и сказать вот для всех это будет вот так то коллеги вот у нас сожалению время разговор так проходит на одном дыхании что время уже подходит концу я хотел бы все-таки в оставшееся время на обсудить еще одну очень важную проблему которую татьяна иксина вы сегодня подняли в начале нашего разговора это миграционные потоки это мигранты в связи с этим вопрос считается что в настоящее время республики татарстан проживает много мигрантов откуда они приезжают как меняется связь с этим татарстан и как все с этим меняются мигранты в татарстане вот примерно так по поводу много или немного вопрос тоже такой относительный речи да риторический действительно к нам приезжают мигранты и я вам должна сказать что слава богу когда говорят мигранты хорошо это ли плохо однозначного ответа тоже нет но тем не менее если к нам едут люди значит и достаточно благополучно вот на мой взгляд опять-таки да вот откуда к нам приезжать в первую очередь это граждане узбекистана там не национальный фиктирует состав а именно гражданство затем нас граждане идут таджикистана вот и вот последнее время активно с киргизстана граждане стали печать и вот в небольшом количестве граждане от туркмени казахстана но туркмени у нас студенты на обучение приезжают трудовых мигрантов трудовых мигрантов нет там несколько иная ситуация внутри страны политической скажем так и нас их в общем-то нет практически да ну и азербайджан из закавказских республик у нас азербайджан но тут есть азербайджанцы кто достаточно давно живут есть кто и больше вот переезжают потому что здесь там скажем родственники там кто-то друзья знакомые переехали люди тоже переезжают из этих республик нам люди охотно едут еще и потому что считается что татарстан это мусульманская республика вот ну то есть есть возможность скажем так справлять свои религиозные там потребности да это действительно так но к их изумлению поверьте мы много работали с мигрантами когда они приезжают сюда не испытывают некий такой культурный шок они рассчитывают что все-таки это мусульманская республика как раз республика то светская вот и в общем то вот немножко грустят они а вот насколько татарстан меняется в связи с этими мигрантами насколько татарстан меняется как я уже в начале сказала что любое движение до населения в данном случае делать более пестрой этническую структуру населения и посмотрите если мы с вами опять-таки посмотрим систему питания посмотреть как много так называют нас узбейчик да у нас есть кафе где арабские блюда готовят да ну очень популярна стала грузинская кухня да у нас есть украинская кухня не в таком количестве как вот эти узбечки но тем не менее есть и между прочим заметьте они несколько своей вот более дешевым что ли предложением они несколько потеснили местной кухни я бы сказал даже сильно да вот это же тоже татарстан меняется кроме того это сказывается на межэтнической брачности то есть соответственно приезжая сюда кто приезжает сюда в основном это молодые мужчины работоспособные до которые здесь вступают в том числе и в брак вот и должна признаться что наши женщины в общем-то рассматривают эти варианты вот в качестве брачных партнеров и выходцев из этих республик поэтому соответственно эти люди возможно что скорее всего останутся здесь раз они вступили в брак возможно там у них родятся дети со смешанной идентичностью да как было смешанных семьях это тоже будет меняет и будет менять наш татарстан если вы посмотрите на школьное образование детские сады там ведь уже достаточно такая вот прослойка детей мигрантов скажем так присутствует и такая видимая прослойка у нас есть школы я знаю как минимум вот три школы в казани где в общем-то педагоги организаторы значит вынуждены корректировать скажем так учебные планы учитывая этнокультурные особенности своих учащихся то есть сказать что совсем не влияют мы не можем но в то же время сказать что мигранта кардинально меняет там конечно нет конечно нет и это не предвидится в будущем я должна сказать что мы не знаю к сожалению не к сожалению не можем обходиться без мигрантов потому что есть те сферы деятельности экономику да это экономик конечно куда местное население не идет я могу привести за не менее времени к что-то делать не буду масса примеров но парочку можно масса примеров где мы у строительства на правду строительство есть заводы где трудоемкий вот такой вот процесс очень ну скажем так требующий физических затрат где местное население за небольшие деньги работать не идут а платить больше нет возможности скажем на этом предприятии и нет желания по-разному и то и другое надо опять-таки когда говорят вот пользу вот такие миграционные потоки приносят и вот мигрантский труд или вред опять-таки нет однозначного ответа с одной стороны общество не может эти юристов экономистов психологов до утрирован скажем кто-то должен заниматься и такими вот не сквалифицированными работами мести наши дворы чистить наши мусоропроводы и так далее это нормально это без этого никак вот это конечно хорошо но в то же время мы сталкивались такой ситуации когда например на производстве работодатель приглашает группу мигрантов покупает им грубо говоря 50 лопат и значит вот работать они работают ими вот уезжает эта группа причем все официально то есть все нормально там за спаде с этим я да но тормозится ведь технические развития технический прогресс то есть можно закупить соответственно какую-то технику который будет выпуск выполнять эту работу но проще купить 50 лопат и 50 мигрантов привести есть другая еще сторона вот например допустим во многих мечетях я просто обратил внимание сейчас татар не так много в основном это выходцы из средней азии те же самые мигранты и мне конечно как представителя татарского социума очень волнует вопрос какой идеологии они сюда приехали то есть у нас у татар сложилось здесь традиционный ислам такой ислам который некоторые специалисты даже говорят евро ислам да и к сожалению мне вот кажется что те идеи которые приезжают из других регионов они не всегда соответствуют нашим традиционным ну я пока говорю об исламе ценностям да и и связи с этим не обеспокоит еще другая страна что та часть татарской молодежи которая посещает эти мечети у них татарская идентичность она постепенно меняется на вот эту конфессиональную идентичность хорошо ли это плохо и другой вопрос но такой факт тоже есть да вы что думаете по этому поводу я тут ну как что что думаю прогноз какой-то или не разормигранта хорошо или плохо мы сейчас этим обсуждать но мы уже проговаривали что это и не хорошо и неплохо это все ситуативно смотря кто смотря как потом мигранты это настолько тоже термин такое пестрое сообщество абсолютно разные абсолютно разные люди да там есть и академики есть и неквалифицированные молодые люди которые школу не закончили то есть как вот это не наверно проще было бы есть можно было сказать что-то белое черное да и нам всегда так проще жить но вопросы любых межнациональных отношений вопросы культуры это не белое черное тут очень много полутонов к этому надо подходить очень аккуратно осторожно правильно и на основе каких-то исследований чтобы говорить какие-то такие вот категоричные не категоричные заключения прежде всего надо этот вопрос изучать ну я думаю что в любом случае это наше будущее сограждане чаще всего да поэтому надо исходить из этого тем более в татарстане да конечно спокойно могут удовлетворять все свои этнокультурные потребности просто мне представляется что вот например дети мигрантов во втором в третьем поколении это наши будущие сограждане да поэтому наверное их надо воспринимать такие какие не есть но эта часть тоже очевидно наши культуры сегодняшние наши культуры уже будущий да ну вот говоря вот о мечетях до другом исламе да хотел бы тут немножко скорректировать это все так вы абсолютно правы это что татарская молодежь это не только татарская молодежь люди часто да вот это на ним занимает заменяет извините конфессионимом да то есть они вот вот но тут ведь нужно понимать что есть священнослужители которые должны корректировать эти моменты и держать правильную что называется линию да вот и что люди которые приходят в эту мечеть должны соответственно придерживаться наших норм и традиций это уже задачи священнослужителей духовное управление мусульман есть целый штат сотрудников которые эти вопросы курируют скажем так с нашей стороны экспертное научное сообщество готовим оказать помощь оказать помощь да в плане вот научных каких-то разработок изысканий исследований ну что коллеги большому сожалению время нашей передачи подошло уже к концу мне сегодня очень понравилось что у нас стоялась очень плодотворные беседы я надеюсь что мы не последний раз встречаемся надеюсь в ближайшее время мы с вами обсудим те проблемы которые связаны не только с этнологической наукой в целом культурой народов татарстана еще раз хочу с большим удовольствием представить наших гостей это татьяна алексеевна титова и елена геннадина гущина большое вам спасибо спасибо новых встреч спасибо до свидания